Доброе утро, дорогие друзья! Всем ботертов! Шалом! Аривидерчи! Аривидерчи, наоборот, до свидания, значит так. Бонжур! Бонжур! Гутен морден! Майны лимбады! Так, ну что, ждем, ждем, пока сейчас все подключатся, все друг другу скажут шалом, ботертов, доброе утро, и приступим, приступим, Марька Александровска, и мы приступим к изучению великой мудрости царя Соломона, значит, величайшая мудрость царя Соломона, которая нам доступна через комментарии великого мудреца Малбима, Мецедат Давид, Раши, то есть я все комментарии смотрю и как бы выдаю уже свою интерпретацию, то, что я понял, то есть, грубо говоря, это мы изучаем мудрость царя Соломона в интерпретации Ицхага Пентесеви. Яков Шатанин, шалом. Все, и дальше моя интерпретация интерпретируется на вашу интерпретацию, и в конце мы читаем выводы Альбина Черенок, вот Альбина молодец, она реально пишет выводы, и я уверен, что у нее, раз она пишет выводы, то у нее что-то и остается. Все, кто пишет выводы, они, у них это остается, а тот, кто повторяет свои выводы, это вообще бомба, то есть, это нужно повторять по системе Эббенгауза, нужно сразу повторить, через 15 минут, потом на следующий день, потом через неделю, через месяц, и тогда вся информация, она войдет в мышление, и навечно прикрепится к вашей душе, и вытащит вас, Тора вытащит вас в вечную жизнь. Представляете, как, что такое Тора, да, то есть, она как бы, слова Торы, они, проникая в тело, через мышление, да, они потом вытащивают вот эту вот всю структуру в вечность. Очень сильно. Хорошо. 13-й отрывок, 13-й отрывок 18-й главы звучит так. Значит, то есть, было у нас до этого 12-й отрывок, чтобы соединить, что перед, перед крушением поднимается, поднимается человек, сердце человека, то есть, он прям думает, что он уже не погрешим перед крушением, и, значит, а перед почетом настоящим скромность. Это мы на этом закончили. И как раз вот в очень хорошей иллюстрации есть такой блогер Дмитрий Портнядин. Дмитрий Портнядин, вот у него, он самый был такой успешный YouTube-блогер, который рассказывал про бизнес, про красивую жизнь, и он очень быстро поднялся до миллиона, там, больше миллиона подписчиков, и он прямо вот очень, очень он так прямо напирал самый крутой, то есть, бизнес-блогер номер один, я самый крутой, вот это вот было его взлет, 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 и вот он прямо на самом верху, да, то есть, огромные там гонорары, все, то есть, вообще. И тут, значит, и он стал очень важный, реально очень важный. теперь, значит, и тут он встречается с Евгением Черняк, тоже очень важный, а Евгений Черняк, он реально такой человек, который бронебойный такой, да, и тут он видит Портнядина, который говорит, я важный, а Черняк, значит, ему только, у него вся жизнь, это борьба, война, то есть, он такой борец-воин, вообще нет, ну, то есть, он когда-то, там, боксера, он на бой вызывал, профессионального, ну, то есть, он такой вот, без, ему, как бы, дай только с тем посоревноваться, и он сразу будет рубиться с ним. И тут, значит, Дима Портнядин ему попадается по другой, по интервью, и он на него фах, 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 и он его бах, и пробивает вопросом, какая у тебя маржа, а тот не знает, что такое маржа, и он, как бы, хорошая, говорит, у меня маржа, замечательно, но не знаю, говорит, какая маржа, но не знают он, какая у него маржа. И тут все остальные блогеры, которые только и ждали, когда вот этот вот, который царь горы, только он пошатнется. И они, как стая такая, как стая этих, ну, там, волков можно назвать их, там, Диен может, и они, как стая каких-то вот, детских животных, которые ждали, когда вот этот вот вожак даст маху, и тут он дал этому маху, и, значит, они все на него, сейчас весь YouTube против Портнядина, раскопали все и все, ну, какой он бизнесмен, какой он бизнесмен, все, свалили его. Это был предыдущий отрывок, на который мы закончили в тот раз. Царь, царь Соломон, он нас предупреждал от имени Бога, что перед крушением, поднятия, то есть, когда человек, он, ну, слишком возгордился, да, его сразу бах и хлопнули. А наоборот, когда человек скромный, то это перед почетом. То есть, чем он скромнее, он как Йосеф, которого фараон вытащил из тюрьмы и говорит, слышал я, что ты разгадываешь сны. А он до этого разгадал сны же, виночерплю, там, это, он разгадал сны конкретно. Но Йосеф, он говорит фараону, беда, без меня, это не я, говорит, это там, Бог захочет, он через меня скажет, не захочет, не скажет, я, он говорит, меня нету. И его, значит, фараон выслушал, это очень интересная история, да? Он ему расшифровал сон, и после этого Йосеф, он говорит, а теперь говорит, пускай фараон, а, написано, и понравилось то, что сказал Йосеф, в глазах фараона и рабов его. То есть, все вокруг тоже одобрили, что сказал Йосеф. Но это очень странно, когда есть фараон, у него есть свита его придворных, советников, мудрецов, которые там, вокруг этого фараона кормятся. Тут вытаскивают из тюрьмы какого-то еврея, который сидит, раб, который сидит в тюрьме за, ну там, уже 12 лет по ложному доносу. И он говорит расшифровку сна, которую до этого год пытались расшифровать, никто не мог расшифровать. И тут вдруг, бах, и понравилась расшифровка Йосефа в глазах фараона и рабов его. А зачем написано про рабов? И как вообще теоретически могло быть понятно, что рабам вообще, ну, этих, окружению фараона свита понравилось, то, что он сказал. Но не должно было понравиться. Кто хоть раз был вот в этих вот придворных таких, знаете, есть какой-нибудь олигарх, и ты только заходишь туда, у него, его команда, они всеми силами пытаются тебя тут же дискредитировать, не подпустить, ну, кормушки, да, то есть это факт. Я вот сколько был там советников у таких, ну, очень сильных олигархов, да, таких, сразу у них самая, вот эта вот придворная грызня, это у них самое главное. Никакого нового не подпустить, и друг на друга они всегда гонят. А тут понравилось то, что Йосиф сказал и фараону, и его рабам. Так, Равыцкак Зильвер, Равыцкак Зильвер, он говорит, а теперь пускай фараон выберет себе какого-то надежного человека, и показал так рукой, вот так провел как раз по свите, да, пускай выберет себе вот фараон надежного человека и поставит его главным, чтобы собирать зерно в эти годы сытые, пусть соберет зерно и пусть он будет главным над всеми, пускай поставит, и он так рукой махнул на каждого, все думают, опа, сейчас рыбное место такое, может мне перепадет, ну, то есть быть, как раз сидеть на сборе налогов, грубо говоря, да, и все такие, да, да, хорошо сказал, молодец, а Йосеф, он какой был продуманный при этом, да, то есть он с одной стороны говорит, все от Бога, все, но со своей стороны он сделал все, чтобы, кого бы не назначили, это же было по совету Йосефа, он Йосефа вытащит из тюрьмы, подтянет его, то есть в этом был расчет Йосефа, и Тора нам об этом показала, и они все сказали, да, да, хороший совет, да, расшифровка шикарная, давайте фараон, кого назначите, а фараон такой посмотрел на них, посмотрел и говорит, если Бог дал ему такую идею в голову, так он ее лучше всех и реализует, и его назначают, Йосефа назначают главным по реализации этой идеи, а потом, когда Йосеф справился, сделал его премьер-министром, и Йосеф был 80 лет премьер-министром в Египте, который полностью там страну перестроил, хорошо, двигаемся дальше, это мы закончили на том отрывке, на 12-м прошлый урок, теперь 13-й отрывок, этот урок, здесь нам дается принцип, каким образом проявлять в действиях вот этот вот принцип быть скромным, что значит быть скромным, и что значит, как этим пользоваться, значит, отрывок очень интересный, он звучит так, 13-й отрывок, мышив, давар, в терем, ишма, то есть, тот, кто возвращает вещь до того, как ее услышал, услышал до конца, и велит, ино, веклема, значит, это дает ему, и велит, это, ну, сомнение, и клема, и позор, ему стыд и позор, значит, что имеется в виду, когда люди коммуницируют, беседуют, очень тяжело иногда дослушать и понять вторую сторону, то есть, очень тяжело вникнуть в то, что он говорит, то есть, в этом является проявить уважение ко второму человеку, это понять его, дослушать его, понять его намерения, то есть, и тот, кто отвечает до того, как дослушал, тот, кто перебивает, тот, тот этим проявляет свое, вот это вот гордыня, чем мне тебя слушать, мол, я сам сейчас знаю, что ты хочешь сказать, И, значит, это ему стыд и позор, грубо говоря, по современным языкам. То есть нельзя перебивать. Тот, кто перебивает, этим доказывает, что он не уважает второго человека, не хочет его услышать, и в этом проявляется вот эта гордыня, что я... А теперь, а кто такой хахам, кто такой мудрец, нас учит Пертеевод? Мудрец это тот, кто алумет Миколь Адам. Тот, кто учится от каждого человека, он настоящий мудрец. И, как говорил царь Давид, продолжает Мишнав Пертеевод, Миколь Миламдай Искалти, от каждого, кто меня обучал, я умудрился. И дальше идет объяснение, потому что свидетельство твое, божественное, говорило со мной. То есть царь Давид, он мог своим намерением увидеть человек, его духовную, божественную сущность, и он, наблюдая за тем, что ему говорит человек, и слушая его, он на самом деле видел проявление божественное, видел проявление свидетельства Бога в разговоре человека. А так как он в это верил, и он с Богом был в очень близких отношениях, то получается он включал каждого человека на режим божественного проявления. Вот понятно, да, как работает? То есть вот есть человек, если я его не уважаю, там дальше, кстати, в этой Мишне написано, что кто уважаемый, а Михабет это Брио, тот, кто уважает других. То есть человек, когда общается с другим человеком, он все время находится, как в Мишле, тоже нам объяснил царь Соломон, кемаем по ним ли по ним, как человек смотрит в воду и видит свое отражение в зеркале. Как лево дам ли лево дам, так сердце одного человека отражает сердце другого. Чисто психологически у человека есть зеркальные нейроны в голове, которые настраиваются каким-то образом на другого человека и как бы они считывают его эмоциональное состояние внутреннее. Теперь, что отсюда следует? Если царь Давид, он уважал других людей, то тогда он включал уважение к себе. Если он думал, что сейчас человек скажет что-то божественно мудрое, да, то он этим ожиданием, он включал в другом человеке высшее проявление его личности. Теперь, а если бы он наоборот смотрел на человека, и ты вообще кто такой вообще, да, на него смотрел бы именно вот так вот, то он бы включал у человека низшее проявление его сущности. Понятно, да, то есть как ты к человеку, так он к тебе. Понятно, да, идея? Хорошо, двигаемся дальше. Значит, и практический инструмент. Амышив, давар, терам, ишма, тот, кто возвращает, ну, то есть тот, кто говорит перед тем, как выслушал, и велит, и ловэ клема. Это ему, ну, в общем, это грех и стыд и позор по-русски, все. Нельзя перебивать. Дослушивайте, вникайте, понимайте, что через каждого человека Бог с вами разговаривает. То есть это вот то, что нам в тринадцатом отрывке сообщили. Четырнадцатый отрывок. Четырнадцатый отрывок, он нам говорит так. Руах иш и калкель махалеу. В руах некаа ми и саена. Значит, дух человека, он обеспечивает, обеспечивает его болезнь. Так написано. В руах некаа и дух человека прибитый. Нужно шнур, чтобы зарядиться. И дух человека прибитый, то есть прибитый, значит, дух прибитый, как сказать по-русски. Ну, когда человек в депрессухе, в такой вот, у него подавленный, подавленный, да. Значит, когда человек подавленный, кто поднимет его? Кто поднимет его, имеется в виду, поднимет кого? Кто будет нести его? Имеется в виду нести человека. Значит, еще раз об устройстве человека. У человека есть тело. Мясо, кости, эти самые, вены, там, кровь, лимфа и так далее. Это, в принципе, вот если дух жизни человека убрать, вот он умирает, ушла душа, то это мясо вот лежит, мясо, кости, безжизненная такая, безжизненная материя. Теперь есть у человека жизненная вот эта сила, она называется нефиш, животная душа. Она находится в крови. Пока у человека бьется сердце и течет кровь, то вот эта вот штука, она живая. Но, если человек лежит в коме, например, у него сердце бьется, кровь течет, а он не двигается. Почему? У него отключен дух. Дух это намерение человека, это его желание, которое двигает человека, которое двигает человека по жизни. Дух и намерение это то, что двигает человека. Вот я хочу, оп, я там хочу поднять руку, хочу выпить кофе, хочу встать, хочу сказать. То есть все вот это вот хочу, это дух. Теперь, когда говорят на человека, что у него дух сильный, когда все против него, а он говорит, а я все равно туда пойду. Вот это говорят сильный духом. Когда говорят сильный духом? Когда человек не может, вот он утром такой, там, лег спать в 12, а тут 4 утра, зарядку надо делать, там, или еще что-то. И человек с сильным духом, да, он что сделает? Он встанет и сделает. А человек со слабым духом, что он сделает? Он останется лежать. Есть люди вот такие, как Наполеон. Наполеон, он был сильным духом такой человек. Есть известная история, как он дух тренировал свой. Он как-то проснулся ночью, проснулся он ночью в походе, он еще был офицер такой, да, молодой. И, значит, захотел пить воды. И он, значит, думает, все, сейчас я встану, попью воды, пойду к колодцу. Потом лежит, уже хотел вставать, потом думает, что, животное, что ли, да, что у меня мои желания, они меня управляют. Нет, не буду пить воды, значит, я могу и без воды, и без, то есть я хозяин своей жизни. Значит, лежит, лежит, потом думает, а может, это просто мне сейчас холодно, и не хочется вставать, одеваться, идти к колодцу. И я себя так обманул, типа, а на самом деле я ленивое такое животное. Нет, значит, я сейчас встану, пойду, попью воды. Потом думает, а может, я просто пить хочу. Ну и вот, и он, значит, он хотел именно управлять собой полностью, Наполеон. И потом он, значит, а дальше, если человек еще, кроме духа вот этого, который управляет, у него есть еще сверху насадка, называется интеллект, рациональное мышление. Рациональное мышление, оно накапливает информацию, принимает решения, как реализовывать желание. То есть смысл вот этого вот рационального мышления всего, человек накапливает информацию, у него есть схемы обработки этой информации, и когда у него есть какое-то желание, то эта информация, она внутри, и выдает ему, как бы, куда это двигаться. И вот у Наполеона здесь в рациональном мышлении, у него было первое, у него было желание натренировать свой дух, свою волю, что я хозяин себя, да. Второе, у него было желание управлять собой. Но третье, у него было желание учиться. Наполеон был очень образованный человек, он написал там по математике научную работу, он артиллерист был там, по артиллерии, ну, разбирался. У него, значит, все равно голова работала на реализацию своих желаний. То есть у него было намерение победить себя. Это было его главное намерение. И потом он лежал и думал, как же мне победить себя. И тут у него, его интеллект ему чш-чш-чш, и выдает решение. Встать, одеться, пойти к колодцу, не попить, вернуться и лечь. В этом случае он полностью побеждал себя по всем категориям, да. То есть он, с одной стороны, он себя заставил. Понятно, что ночью не хочется идти в холод. Понятно, да? То есть не хочется идти в холод. И он, он вышел в холод, не попил. То есть он победил себя со всех сторон и счастливый. Я не знаю, что там он дальше делал, был ли он счастливый. Я тоже не знаю, это уже моя добавка. Значит, здесь вот понятно, да, как все работает. Теперь здесь, что нам говорит царь Соломон. Руах-иш. Если у человека есть вот этот дух, он сильный духом. Дух человека, он обеспечивает его болезнь. Икалкель это как переводят? Выдерживает. Выдерживает его болезнь. Ну, икалкель, калкалай, это как экономика, это как обеспечивает его во время болезни. Что это значит? То есть, когда у человека сильный дух, проводили исследования. Были люди, которые выздоровели от рака. И их было там, кто-то лечился, кто-то не лечился, кто-то молился, кто-то не молился. Там были разные, проводили исследования, то есть общего лечения не нашли. Но была одна вещь, которая была абсолютно общая у всех, кто выздоровел. Это невероятное желание и устремление выздороветь. То есть, но те, кто ломались, те, кто говорили, все, я, ну, опускали руки. Понятное дело, что среди них, может быть, тоже кто-то им выздоравливал. Потому что их родственники, может быть, их тащили своим духом. Но факт в том, что вот эта вот сила духа, она может человека поднять из болезни. Понятно, да? Сейчас еще тяжело больным же не говорят, идеально, чтобы не ухудшить. Вот. Теперь дальше. Руах и дух человека, он обеспечивает его болезнь. В Руах Ника, если у тебя дух подавленный, Ми и Саена, кто будет тебя нести? То есть, если ты сам себя не будешь своим вот этим духом, намерением нести, тебя никто не будет нести. Понятно, да, идея? То есть, намерение, сила намерения, если у тебя его нет, то все, нету движка внутреннего. Если оно у тебя есть, тогда важно, как ты это намерение будешь выполнять. Какая у тебя есть информация, кто тебе поможет. Ты там молишься, полагаешься на Бога, просишь людей и так далее. Но, как говорится, тот, кто хочет, ищет возможности. Тот, кто не хочет, он ищет отмазки, причины. Интеллекту все равно. Почему я смогу это сделать? Раз, два, три, четыре, пять. Он даст тебе пять причин, почему ты да сможешь это сделать. Если ты спрашиваешь, почему я не смогу это сделать? Мне не надо это делать. Почему, если ты не хочешь? Он тебе даст пять причин тех же. Интеллект, просто машинка, которая обрабатывает, обрабатывает желание. Понятно, да? Значит, дух нужно устремить куда? В сторону Всевышнего, в сторону Бога, в сторону выполнения заповедей. То есть, намерение, нет вещи в мире, которые могут остановить намерение человека. Намерение это внутреннее решение каждого. И человек может потом прийти, сказать, я там, Богу сказать, я не мог. А Бог ему скажет, а ты не хотел. По факту, Бог-то читает сердца, и он скажет, ты просто не хотел. Не надо рассказывать, я, ты не мог, там, это все бабушкины сказки. Мог, но не хотел. Хорошо. И, значит, двадцать одна минута у нас уже есть. Ну, давайте, третий отрывок, значит, мы успеем пройти сегодня. Значит, мы прошли, тот, кто отвечает, не дослушав, это позор. Второй мы прошли, дух человека, он его обеспечивает, и если дух ломается, кто тебя понесет. И третий отрывок, лев навон икне да ад, ве озен хахамим тивакеш да ад. Значит, вы знаете, это длинный такой отрывок, ну, он, как бы, очень глубокий. А мы уже двадцать одна минута, все-таки давайте идти двадцатиминутными кусками. Поэтому сегодня мы два отрывочка прошли, и все. Теперь, значит, давайте сделаем вывод. Первый вывод, надо слушать и дослушивать человека, и так можно тренировать свой дух. Потому что иногда дослушать человека сложно, я даже скажу, что часто сложно дослушать человека до конца. Но давайте тренироваться, вот буквально хотя бы до завтра, всех дослушивая до конца, не перебивать. Да, и стараться с уважением внутри тренировать себя, то есть понять, повторять слова царя Давида, что от каждого, кто меня обучал, умудрился я, потому что свидетельство твое Бога разговаривало со мной. Если так настроиться, то через любого человека, если у тебя есть такой настрой, то ты включаешь этим настроем, включая человека на волну рупора Бога, да? То есть он сам не понимает, что он скажет, но может через него реально Бог будет с нами, ну, с каждым из нас разговаривать. То есть ты как бы, ну, что мне Бог хочет сказать, такой смотришь на женщину какую-нибудь в метро, она такая, подвинься. И ты думаешь, блин, вообще, вот это вот мне месседж, да, что бы это значило? Ну, там подвинулся, понятно, да? Вот. И второе, дух, дух, тренируем дух, то есть намерение, это может человек сказать, я хочу. Может, и ничего его не может остановить, это его я хочу. Все, друзья, и хотеть надо правильные вещи. Хорошего дня, удачи, успехов. Сделайте, пожалуйста, свои выводы, напишите в комментариях, поставьте лайк, поделитесь. Очень круто, что у нас уже 70 человек. 70 человек, кстати, интересно, когда начинал Мухаммед, пророк Мухаммед начинал свою деятельность, то у него было 70 всего слушателей, никто не хотел слушать. И потом их всех выгнали, нас уже 70 человек. А сейчас мусульман полтора миллиарда. Может, мы так объединим весь Фейсбук, миллиард будет слушать мудрость царя Соломона. Давайте, значит, поделимся своими выводами. То есть, реально, царь Соломон мудрейший из людей, мы изучаем его мудрость. Это очень круто и интересно. Все, удачи и успехов, хорошего дня, здоровья, счастья, успехов, благополучия, гармонии и радости. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok